Доброго времени суток, YouTube! В сегодняшнем видео я хочу посвятить коробочке L-Box, которую в этот раз мне прислали на обзор. Если вы внимательно смотрите за моим каналом, то вы, скорее всего, заметили, что на моем канале очень давно не было обзоров именно вот таких вот коробочек красоты, коробочек с сэмплами, которые присылаются специально по подписке. В этот раз компания L-Box сама предложила мне принять участие в обзоре, да, снять видео, обзор на коробочку Maya, если я не ошибаюсь. Такое было наполнение в коробочке. Наверняка, кто следит за моим Инстаграмом или за группой ВКонтакте, уже посмотрели, как это все выглядело и составили свое мнение. Первое, что я попробовала, это был вот такой вот маленький сэмпл пена для ванн от компании Knife. Называется она «Хорошее настроение маракуйя с грейпфрутом». Я посмотрела, в принципе, не очень большой объем. Когда я вскрыла упаковку, мне в нос просто ударил запах грейпфрута и маракуйи. А когда я начала выливать содержимое в ванну, я удивилась еще больше. Содержимое этого пакетика было ровно вот такого же цвета, как упаковка, вот такого же оранжевого, ярко-ярко насыщенного, даже, наверное, еще более красного. И пена, и сама вода в ванне окрасились вот именно в такой оранжевый цвет. И запах этот, он, конечно, стал более нежным, потому что в ванне в большом объеме растворилась пена. Мне очень понравилось. Вообще не выразить словами. Давно у меня не было такого вот взрыва эмоций, потому что я привыкла, что пены для ванны имеют не такой ярко выраженный фруктовый аромат. И вообще у меня как-то редко бывают фруктовые ароматы в пене. Чаще всего это хвойные какие-то или, может быть, каких-то травяные сборы, что-то в этом роде. Этот просто меня потряс. Реально хочу большую упаковку такой штуки. Следующий продукт полноразмерный. Это также продукция компании Кнайп. Это масло для ванн с эвкалиптом. У меня уже была возможность попробовать это масло, потому что маленький пробничек был вложен в коробочку Ice Box. Мне нравятся такие вещи. У нас, к сожалению, весь май и практически весь июнь стоит очень такая противная, влажная, дождливая и порой очень холодная погода. Поэтому, как бы ни было, даже если это лето, масло для ванны или пена для ванны остаётся для меня актуальной всегда. Здесь содержится эвкалипт, запах эвкалипта, конечно же, явственно чувствуется. И рекомендуется использовать это масло для ванн, когда вы больны, когда у вас проблемы с носоглоткой. Но, мне кажется, для профилактики это масло для ванны можно использовать круглый год. Бывают разные ситуации. И на моей, например, памяти я летом простываю гораздо чаще, чем зимой. Поэтому такой штукой буду пользоваться с удовольствием. В коробочку было вложено пара ароматов. Показываю вам. Первый это Sea by Chloe. А второй номер 14 La Temperance от Dolce & Gavano. Хлоэ – это не мои ароматы. Что бы я не пробовала, что бы я не тестировала, не нравится. Вот не нравится и всё, ничего не нравится. Они для меня либо слишком будровые, либо слишком горькие, либо слишком насыщенные. Наверное, просто я не тот типаж, что ли, не так я себя чувствую. А вот этот аромат номер 14, их тут, кстати, 4 разных, этот аромат вызывает у меня противоречивые чувства. Когда его только-только наносишь на руку, он раскрывается для меня какими-то ароматами моего советского детства. И там всё. Там и Алый Мак, и Красная Москва, и Клима, и что-то такое вот намешано, что относит меня к прошлому. Далее я их практически на себе не ощущаю, но мне кажется, что он тяжеловат. Вот не знаю почему. Я его ощущаю как достаточно такой вот объёмный, тяжеловесный. Ещё одна вещь для душа. Это вот такой вот гель для душа от компании Greenland. Fruit Emotions. В данном случае у меня лайм и ваниль. Что могу сказать? Гель для душа понравился, хотя мне показалось, что он пенится не так хорошо, как любой другой гель для душа, который есть в моей коллекции. Но очень хороший бодрящий аромат. Как-то в ваниль я там, ну, слабо услышала вот эти сладковатые нотки. Больше лайма. Здорово на утро, когда нужно взбодриться, потому что аромат цитрусовых, не знаю, как на вас, а на меня он всегда действует вот именно как такой хороший бодрячок. И был вот такой лак от компании Dance Legend. Лак для ногтей. Это из серии Provence. В данный момент я держу цвет номер 18. Да, у него есть одна приятная неожиданность. Кисточка имеет подсветку. Единственное, что я могу сказать про этот лак, использовать его сам по себе не имеет никакого смысла. Частички достаточно большие. И лучше всего применять его как верхнее покрытие для придания какой-то оригинальности, либо завершенности вашему маникюру. Код за кожей лица в этой коробочке представлен двумя миниатюрками. Первая из них это вот такой крем на основе сока алоэ, чистого сока алоэ. Могу сказать, что этим кремом я не пользовалась именно на лицо. Я попробовала наносить его на зону декольте и шею. И мне очень понравился эффект. Кожа становится мягкой, кожа становится нежной, напитанной. Жаль, что в этом креме всего 5 мл. Следняя миниатюра, которую я хочу вам сегодня представить, это вот такая маска с пудрой жемчуга от Анны Латан. Маска призвана подтягивать, увлажнять и отбеливать вашу кожу. К сожалению, с таким маленьким объемом сложно сказать, выполняет ли она функцию отбеливания. Но то, что она подтягивает и увлажняет, это 100%. Вот такой был мой обзор на майскую коробочку Эльбокс. Если вам понравилось, ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал, найдите меня в инстаграме, я есть в твиттере и вконтакте, на фейсбуке. Всего вам самого доброго и пока!